Зелень, зеркало пруда, чистый свежий воздух. Вполне можно поверить, что природа села Рязанца когда-то вдохновила Алябьева написать знаменитый роман с Соловей. Этот пруд издавна является и любимой зоной отдыха жителей городского поселения Фрянова. Водоем преобразился после очистки. Результаты работ жителей поселения смогли обсудить на встрече с главой Щелковского района Алексеем Валовым. В времена, когда здесь были дворяне, здесь было три пруда. Один, который вот сейчас остался, немного обмелевший, второй и третий, которые впадают в реку Мележу. Конечно, нам бы хотелось все это восстановить. Сейчас, после того, как почистили пруд, конечно, мы обрадовались. В течение двух недель при помощи спецтехники продолжались работы выемка и лосадь на водоема, очистка берегов. На встрече с главой района жители предложили продолжить такую работу. Здесь получается практически 11 тысяч квадратных метров водной глади освободили. Достаточно большой объем работы провели. Ну, сами видите, от жителей поступили дополнительные просьбы о том, чтобы весь каскад почистить. Поэтому постараемся войти в государственную программу и продолжить работу дальше. Дело в том, что водосборная площадь и грунтовые воды, которые там раньше поступали в этот пруд, значит, они сейчас прекратили поступление. Вот. В основном из-за этого, значит, происходит заболачивание и недостаток воды. Задача стоит как-то поднять, значит, этот уровень воды за счет того, чтобы, значит, прочистить, сделать приток воды свежий. Также в рамках еженедельного выездного совещания глава района осмотрел площадку около села Сдехово, где 8 сентября состоится акция, инициированная губернатором Московской области. Наш лес посади свое дерево. Под лесопосадки выделена территория общей площадью порядка 12 гектаров. Каждый должен посадить свое дерево и оставить свой вклад в развитие нашей территории, развитие нашей страны и вообще в развитие экологии. Алексей Валов провел встречу с жителями старых домов в Первом советском переулке, которые ожидают расселения. В данный момент квартиры для них зарезервированы в новом доме по адресу Краснознаменское, 17. Сейчас согласовывается снос аварийных зданий и строительства новых домов. В принципе, квартиры для них зарезервированы. Осталось только то, что проект планировки был утвержден для строительства еще одного дома. Доложили мне, уважаемые коллеги, что здесь наложилась охранная зона на 200 метров, и сейчас ее надо сократить до 100. Поэтому выйдем на управление культурного наследия для того, чтобы эту зону сократить до 100 метров. После этого будут уже, в принципе, все условия для того, чтобы проект планировки вышел из МВК и после этого получить разрешение строительства. В графике идет строительство школы в микрорайоне Солнечный. На площадке трудятся порядка 45 человек. Параллельно монолитные работы продвигаются по всем четырем секциям. К концу месяца подрядчик рассчитывает завершить цокольный этаж. На сегодняшний день строительный объем выполнен около 8%. Идем с небольшим опережением графика. В целом постараемся нагнать и сдать его в раньше срока, если все у нас получится и хорошо будет. Мы снимем здесь напряженность. Детей очень много. Соответственно, они уходят в соседние школы, далеко идти, а теперь все будет рядом. Александр Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».